Всем привет! Всех рада приветствовать на своем канале! Сегодня у нас была грандиознейшая закупка в Ашане. На моей памяти это вообще самая глобальная закупка, которая когда-то у нас была с моим мужем. У нас очень многое закончилось, очень многое нужно было купить, чтобы в поездке на море у меня муж остался со всем, что им нужно. И в общем оно так набралось-набралось, и у нас чек составил почти 8 тысяч рублей. Я честно говорю, что я не помню. Как-то мне кажется в метро мы еще закупались на такую сумму. Давайте начнем, посмотрим, что же мы купили. Я уже сразу выложила 30 штук яиц. Первая категория каждый день. Мы, кстати, покупаем не первый раз их, они неплохие, и остальные ценники там были заоблачные. 30 штук сколько стоили? 137 рублей. 137. Серега мне помогает, как обычно, с чеком. Дальше. Была хорошая цена на памперс Active Baby Dry. Мы ими пользуемся, этими памперсами. Они неплохие. Здесь 106 штук. 1190. 1190 рублей. Там у них есть и ошановские, но мы такие не покупаем. Ну, стараемся, по крайней мере. И я присмотрела себе ведерко новое. Выкину то, что есть. Оно у меня красного цвета. Единственное, что они такие все очень пыльные. Я сейчас прямо отсниму и закину его в посудомоечную машину. Видите, здесь даже есть дозатор. Мне оно очень понравилось, потому что оно небольшое. Оно как раз поместится в нашу небольшую ванную комнату. 217. 217 рублей. Очень классный цвет. Так. У нас закончилось очень много химии, поэтому начну я именно с нее. Заканчивается детский порошок. Я всегда пользуюсь именно этим порошком. Очень его люблю. Здесь написано 16 стирок. Мне хватает намного больше. 2,5, почти 2,4 килограмма. 309 рублей. Ну, насколько я помню, бывает выгоднее в магнит косметик в магните. Но я как-то не ловлю. И сейчас в магнит косметик он, по-моему, 360. Поэтому я думаю, ладно, куплю уже здесь. Первый раз увидела вот такое жидкое мыло. Очень красивая упаковка. Даже вот в таком, даже не в баночке, а в этой кетчупной упаковке. Все равно красивая. Тройное увлажнение, морские водоросли, гиалуроновая кислота. Я вообще часто переливаю в дозаторы. Ничего в этом плохого не вижу. 500 миллилитров здесь. 108 рублей. Угу. Дальше. Мархатные ручки. Также купила мыло антибактериальное. Оно, кстати, стоило, по-моему, тоже 99 рублей. 500 миллилитров здесь. И здесь написано содержит крем. Это мыло я перелью в ванную комнату. Сейчас муж скажет, но если я правильно помню, то... Дальше. Нашла вообще. Посмотрите, какая красота. Я вообще обожаю гели для душа Косми. У меня большие запасы. Но я все равно не удержалась и купила эту лимиточку. Именно летнюю. Пахнет просто супер. Ой, даже мне почему-то чем-то таким кисленьким, типа зеленого чая. Или, знаете... Или... Ну, очень приятно пахнет. Мне кажется, что я даже возьму его в отпуск. Потому что очень поднимает настроение. Такая классная упаковка. Супер крутой. По-моему, она стоила 89 рублей. Муж подскажет. Что-то он там завис у меня. Бархатные ручки. Жидкое мыло. Ты решили что? Да, я вообще ничего не то, не то не могу. Ну ладно. Так, дальше. Попроще я тогда покажу сейчас. То, что я купила попроще. Попроще я купила ватные диски. Вообще ни один поход из США на них... Я не выхожу без ватных дисков и без палочек. Потому что я не вижу смысла переплачивать за такие вещицы. Для меня они в любом случае одинаковые. И у них огромный расход. Потому что ватными дисками пользуется у нас вся семья. И во всех магазинах я покупаю их каждый день. 365 дней и так далее. Всегда. Я взяла 120 штук. Это, по-моему, самая большая упаковка, которая бывает у них. 36 рублей ватные палочки. Ватные диски. И также я купила ватные палочки. Они, если я не ошибаюсь, были по 11 рублей. Здесь в каждой упаковке 100 штук. У меня есть коробочка для ватных палочек. Как мне кажется у всех девочек. Я просто разрываю эту упаковку. Перекладываю в коробочку. Мне удобнее. И тоже не вижу смысла переплачивать. Я даже в фикс-прайсе никогда не беру ни ватные палочки, ни ватные диски. 12 рублей палочки. 11-90. А жидкое мыло Олербан. Ага. Олербан. Да. Вот это мыло стоит 60 рублей. А, пожалуйста. А значит второй бархатный ручек. Они у нас нравится просто. Мыло жидкое, мыло жидкое. Понятно. Ничего страшного. А второй 108. Понятно. Все ясно. Все. Спасибо, Сержа. Так, дальше. Влажные салфетки. Так, я купила несколько, три упаковки. Я купила, я сейчас покажу вам сразу. Во-первых, я купила вот такие, Ашановские. Не первый раз уже их беру. Они очень хорошо пропитаны. Здесь 75 штук. Стоили они порядка, сейчас Сережа скажет точно, от нуля. Я уже их использовала с Катюней. Классная упаковка. Такая долгожительная. Несмотря на то, что с ней играет мой ребенок, просто она влажные салфетки просто убивает у меня, Катя. Дальше. Здесь какие-то салфетки гигиенические 40 рублей. Это вот эти. Гигиенические. Вот. Гигиенические 40 рублей. Это нам к зеркалу в коридор 80 штук. Я такими салфетками, как правило, протираю обувь. Протираю полки, где находится обувь и так далее. И еще я купила вот эту Ауру. Тоже мне очень нравится, что есть клапан. Это классные салфетки. Я уже тоже их использовала. Я их использовала и с Максимом, и с Катюней. Я люблю эти влажные салфетки. Вообще расход влажных салфеток у нас дикий. Потому что, опять же, использует вся семья. Салфетки гигиенические 40 рублей. Салфетки детские 100 штук. 90 рублей. Вот. 90 рублей. А вот эти, по-моему, 75 штук. 60 с чем-то. Все равно что-то, видите, у меня муж. А чип просто непонятный вообще. Так, дальше. Из дорогого также мы купили капсулы для посудомоечной машины. Я не очень люблю финиш. Но в Ферри дикие цены. Поэтому... Тонкие салфетки. Ага. 70 рублей. 70 рублей, вот. И я увидела хорошую цену на финиш. Думаю, так и быть возьму. Потому что все равно все эти дешевые таблетки уступают финишу. Финиш нормально промывает. Просто я считаю, что он... Во-первых, посуда после финиша не так пахнет и не так блестит. Ферри работает лучше. Поэтому все равно буду охотиться на Ферри. Но в запас взяла финиш. Пусть будут. 50 штук. Сейчас Сережа скажет, сколько они стоили. 500 с чем-то рублей. Дальше. Так, дальше мужское. Что я купила Сереге? Я купила ему шампунь дегтярный. Невскую косметику. Это один из лучших шампуней. Который подошел моему мужу идеально. Он, конечно, его чередует. В общем, шикарный шампунь, который стоит копейки. По-моему, он стоил 63 рубля. И мы его изначально купили в Ленте. Рублей за 90. А потом поняли, что вообще в Ленте он побешеный. Шампунь дегтярный 65 рублей. А, 65. Таблетки финиш 550 рублей. 550, вот. И еще купила у них на скидках были все мужские дезодоранты. Это очень большая редкость. Потому что мужские дезодоранты всегда очень дорогие. И несмотря на то, что у Сереги пока не требуется, я тоже в запас взяла ему для чувствительной кожи. Не ВМН. 139 рубля он, по-моему, стоил. Так что, да. Что-то, Серега, ты сегодня растерялся. Дальше. Суперконцентрат Ленор. Тоже была очень хорошая скидка на него. И не только на него, на все вкусы, на все ароматы. Здесь огромный объем. Литр 785. Я стираю не только капсулами. Бывает, что я стираю и порошком. Поэтому мне нужен кондиционер, особенно для полотенец. Вот для такого. Он стоил 212 или 219 рублей. И мне кажется, что для Ленора это неплохая цена. Кондиционер 220. Ага. Вот. Невея 140. Потому что они же пишут 139,90. Купили прочные пакеты Фрэкинбок. Муж меня ругает, что я покупаю дешевые пакеты, и что они все время рвутся. Поэтому вообще в следующий раз надо пойти в фикс-прайс и купить их с завязками. Они очень классные. Несмотря на то, что они, конечно, подороже, но зато никогда они рвутся. Дальше. Купила Colgate безопасное отбеливание. Они сделали то ли ребрендинг, то ли что. Ну, в общем, я не видела этой пасты. И мне стало интересно. Я вообще люблю что-то новенькое пробовать. Хочу пока посмотреть, какая у нее. Я такой пасты не видела. Может быть, вы меня поправите. Она очень давным-давно уже существует. Но у нас ее еще не было. Я поэтому ее и взяла. Зубная паста 120, пакеты для мусора 42 рубля. Дальше. Купила себе домик в деревне. Кефир, кстати, на Простоквашино были очень хорошие цены. Но все сроки, ну вот, истекают через 2 дня, через 3 дня. Я ничего не стала брать, кроме творога. У него был нормальный срок. Выбрала домик в деревне 1%. Я, кстати, мне кажется, никогда его не пила. Из молочки также взяла творог 5-процентный. Вот он до 2-го августа. Но это хорошая срок годности. Мы по-любому его съедим. Просто когда горят сроки, я не люблю брать. Дальше. Творог 85, кефир 63. Дальше. Фитаксу в Рафсоли хотели взять нашу любимую, как она называется, брензу? Сербскую. Она стоит каких-то бешеных там денег. Поэтому я решила остановиться на Фитаксе. Здесь тоже 400 грамм. 500 грамм. 170 рублей. Вот. Очень мы ее любим. Особенно сейчас в салатике. Дальше. Из молочки также. Сыр. Вот сыр, конечно, вообще обидно. Потому что цена была другая. Здесь написано 683. Там было написано, что будет скидка. И цена будет там порядка 400 рублей. Но цена осталась все та же. 240 рублей мы заплатили за этот кусочек. Если бы я знала, я бы лучше купила этот сыр в магните. Он там дешевле. Ну ладно. Так. Из молочки, наверное, это все. Дальше. Очень хорошая цена была на фунчозу. Вообще я очень люблю фунчозу. Я ее сейчас сделаю с болгарским перцем. Очень вкусно получается. Можно сделать с корейской морковью. Тоже салатик получается шикарно. Здесь 100 грамм. Стоила она... 45 грамм. Да. Намного выгоднее получается покупать вот такими маленькими, чем большой упаковкой. Потому что в большой упаковке 200 грамм и меньше 100 рублей она у нас уже, к сожалению, нигде не стоит. Дальше. Рыба-мясо. Тут мы оторвались немножко. Во-первых, мы взяли селедку слабосоленую в масле. Это большая упаковка. Я первый раз вижу эту фирму. Океан. Значит, здесь 380 грамм. Сейчас покажу вам. 134 рубля. Да. Она такая неплохая. Она мне понравилась визуально. Я еще не знаю, что я буду делать с ней. Но что-нибудь я сделаю. Такая будет в холодильнике. Знаете, такое не пропадет. Дальше. Рыба. Дальше. Мы взяли слабосоленую форель. Вернее, это... Да, все правильно я говорю. Из Карелии с любовью. Я очень люблю эту фирму Меридиан. И вообще всю рыбу, которую я беру, девочки из Карелии мне всегда об этом пишут. Что Марина, Марина, она производится у нас. 150 грамм она стоила. 180 рублей. Весит 150 грамм. 180 рублей. Да. Дальше. Так, по мясу взяла вот такого цыпленка табака. Куриное мясо отборное. В общем, мы не первый раз уже берем. Именно в Ашане. Еще я очень люблю там брать утку. Она тоже там очень вкусная. Здесь 1,1 кг. Так что вот такие делаем. 200 рублей. 200 рублей. Он стоил, потому что 200 рублей килограмм. Это, кстати, очень неплохая цена, потому что везде стоят такие вещи дороже. И получается очень вкусно. Дальше. Я купила вот такой эскалоп свиной. Так, здесь, смотрите, 295 рублей килограмм. Я купила 5 филешек вот этих эскалопов. Я не знаю, как правильно. На 200 рублей. Я пожарю его прямо так. Просто замариную. Пожарю кусочками мяса. У нас даже Максим любит такое. А муж тем более. Дальше рыба. Еще не все. Еще я взяла филе палтуса. Кстати, на все. Почему-то именно палтус. Сегодня был по очень хорошей цене. Разных фирм. И нам очень понравилось вот это филе. Мы взяли здесь 700 грамм. Этой фирмы. Кстати, я не первый раз беру рыбу этой фирмы. 189. Да. Хорошая цена, на самом деле, для такой рыбы. Так. И еще мы взяли колбасу. Это абсолютно Максим у нас почему-то захотел колбасы. Я честно говорю, что я бы не взяла. Потому что, когда она есть, я ее ем. Лучше ее вообще не брать. Он был у бабули у нас. И там кушал бутерброды. Увидел. Говорит, мамочка, хочу колбасы. Вот конфеты не попросила. Колбасу, представляете? Ничего хорошего в этом, конечно же, я не вижу. Но отказать, к сожалению, не смогла. 400 грамм здесь черкизово. Вообще, черкизово очень привлекает внимание тем, что они сменили сейчас свои упаковки. И вообще сменили, мне кажется, как-то они немножко направленность. И очень вкусная у них продукция. Сальчичон. Для меня вообще одна из лучших колбас, которые я пробовала. 170. Да, 170 рублей. Дальше. Еще я купила здесь, не совсем презентабельно, но это будет очень вкусно. Я купила желудочки цыпленка. Я их обожаю. 142 рубля за килограмм я купила на 144. Я их очень вкусно приготовлю, очень люблю. И куриную печень я еще купила. Так, куриная печень была за 156 рублей килограмм. Я тоже купила килограмма. Так что я говорю, что я оторвалась на мясе, на рыбе, на всем вот этом. Цены называть? Нет, я уже сказала. Дальше. Хлебобулочное ставим на конец. Я купила еще. Почему говорю, что я? Потому что мы ездили всей семьей, но дети были в основном с мужем, с тележками. А я, как, Сережа смотрела за детьми. Подходила и забрала. Да, да, да. В общем, у них была акция на вот эту муку. Я ни разу ее не пробовала. Написано, что она в семь степеней очистки. В общем, берешь две упаковки, платишь за одну. Естественно, я взяла, потому что мука, потому что Максим у нас очень любит блины. И так и получилось, что одна стоила 92 рубля. Я взяла две и заплатила те же 92 рубля. Так что муки тоже у нас. Я уеду, будете с Катюшей делать блиночки. Худеть, да-да-да. Так, макароны мы взяли очень мало, потому что макароны у нас есть. Вообще все крупы у нас есть. Мы взяли вермишель. Такую вермишель мы с ней делаем суп и делаем с ней молочные каши. В общем, она у нас уходит. И мы в прошлый раз взяли 365 дней, да, Сережа, у нас? Или окей? Нет, прям окей. Я даже вам ее покажу. Она отвратительная. Не берите ее, просто Сережа очень ругался на нее. Она разваривается в каши все. Да. Так что, вот видите, у меня заодно покупки, заодно и яблоко. Макароны 64. Ой, дорогие, слушай они. Они не самые дешевые, но хорошие. Не разварятся. Дальше уже открытые, потому что кушала и Катюша, и Максим. У нас они очень любят баранки, причем они их любят оба. И мы ничего плохого в этом не видим, всегда им берем. Здесь сколько грамм не вижу? 350 грамм. Да. 53 рубля. Ага. Так, бараночки тоже показала. Теперь хлебобулочную. Что я взяла? Я взяла обычную чиабатту. Там была луковая. Я взяла просто чиабатту на 23 рубля. Такая она прям мягенькая. И когда я ее брала, она была еще тепленькая. И я взяла ржаной батончик маленький на 29 рублей. Тоже очень он мне показался симпатичным. Я поэтому и взяла. Почему-то он называется в чеке батар. Да, он там тоже называется батар. Сережа пошел с детьми в отдел, где у них выпечка. У нас сын очень любит ватрушки. Вообще ватрушки это любимая сладость нашего ребенка. Он очень любит творог. Чаще всего он выедает просто творог, а тесто не ест. И вот он купил 4 ватрушки. Одну уже они съели. Ватрушки по... Ватрушки по 16 рублей. По 16 рублей. И у нас такой ценой нет. Сережа немножечко удивлен был тому, насколько бюджетно там стоят ватрушки. Попить воды. Они брали акваминерали. Так, 300 миллилитров здесь. Она с яблочком, видимо. С такими, с добавочками. Но очень редко бывает вода без добавок вот с этим горлышком хорошим таким. Я так понимаю, здесь, да, здесь хорошее горло. 45. 45 рублей. И сок взяли, но никто его не пил. Сережа на всякий случай взял. Думал, что может быть захотят еще. 200 миллилитров здесь. 200 рублей. 10 рублей. Так, дальше. Овощи, фрукты. Мы покупаем все на рынке. Но я прошла по едам. И все-таки я приглядела хорошие цены, хорошие товары. Я купила очень много персиков. Ну, очень много. Почти 2 килограмма. Они были по 99 рублей. Это прекрасная цена. И там были очень красивые персики. Не мятые, ничего. Потому что черешня просто отвратная была. Вообще отвратная. Не то слово. Вся мятая, битая, страшная. А вот персики отличные. А у нас в черешнем городе лучше. Дальше. По хорошей цене были лимоны. Мы очень любим чай с лимоном. Поэтому тоже я взяла. 100 рублей килограмм. Вот на 60 рублей я взяла лимончиков. У нас лимоны дороже тоже. По отличной цене были мои любимые баклажаны. Я обожаю баклажаны. И муж тоже. Я их делаю абсолютно по-разному. И с помидорами, и с кабачком. И с чем только. И со всем. Их можно и мариновать, и тушить, и все что угодно. Они были всего лишь по 80 рублей килограмм. У нас, по-моему, баклажаны до сих пор 120 рублей килограмм. Я, видите, взяла полтора килограмма. Очень красивые. Я, правда, там перерыла эти коробки. Но все равно нашла красивые. Дальше. Очень хорошая цена была на пекинскую капусту. Килограмм 46 рублей. Нет, 50. На 88 рублей для салатов я взяла. Потому что такой салат ест у нас и Максим, и муж. Ну и картошка. Мы увидели, что была очень неплохая картошка. 39 рублей. 40 рублей килограмм. Я вот взяла почти 3 килограмма. 100 на 109 рублей. Такая она чистенькая, хорошенькая. Не мелкая. Так что вот такие дела. Вот такие дела. Вот такая закупка. Вроде бы я вам показала все. Ага. Потому что... Как? Ну, по объему у нас примерно всегда одинаковое место на столе занимает закупка. Другое дело, что были и памперсы, и капсулы для посудомоечной машины. Я считаю, что именно в этом такая... Из-за этого такая сумма. Кроме этого, еще на 400 рублей мы купили покупок Сережиной сестре, которую мы уже ей дали. Она заказала чай и сок из Ашана. Поэтому сумма нашей покупки... А, еще машинку мы купили Максиму. Но, правда, она стоила 100 рублей. Но он лег спать. Они сейчас у нас спят. И взял ее с собой. Поэтому мы вам не показали машинку. Сумма чека у нас составила 7509 рублей. И вот видите, скидка 92 рубля. Это именно вот эта мука, которая пошла у нас... Как? Две по цене одной. Так что вот такие дела. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Я надеюсь, что вы сравнили ваши цены с нашими. И что у вас намного выгоднее. Все как обычно. Особенно девочки из Краснодарского края. Если вы сейчас напишите, что у вас персики по 30 рублей, лучше не пишите. Спасибо всем большое за просмотр. И всем пока-пока.